Давайте, найдите меня. Просто разобили на всё и торгуют как хотят. Я правильно же сказал? Команда вам нужна? Канал будет лучше и лучше с годами, с годами. Если вы будете подписываться на канал, ставить лайки. Если вы не грамотные. Да вы что такое говорите? Директора нет. У нас в принципе сейчас нет директора. Сегодня мы вам покажем, как работает монетка. Что-то мне уже запах не нравится. Так вот у нас конфеты. Конфеты вообще, никакой информации о конфетах нету. Конфеты одна цена на весь ассортимент. То есть это не просрочка или случайно? То есть все конфеты стоят по 49,99. Уважаемые, можно ознакомиться с конфетками, пожалуйста? Кто? Саша, директор, по-моему, никто ещё? Анотацию от конфет от всех. А вы, простите, что? Я? Да. Потребитель не видно? Нет, не видно. А как? Вот потребитель, вот потребитель. Я как-то выделяюсь? А вы можете спокойно разговаривать? Как я спокойно с вами разговариваю? Тон поменяйте мне? Какой тон? Может слух поменять? На многих конфетах аннотация прямо на этикетке написана. Здесь уложим каждую конфетку, уложим и силы, и силы, и силы для на этикетке я вам не заберу. Ну что ты, черт побери, такое несёшь. Да? Да. Давайте найдите меня. Ваш что конкретно? Состав интересует? Всё полностью, даты изготовления, БЖУ, импортер, срок годности. Да, срок годности, вот. Так, пожалуйста, состав идёт. Так, кто ты нашёл? Вот конфеты, вот просрочку я нашёл, Иван. Вот просроченные конфеты. У нас конфеты газированные, ну значит... У нас просто пока не заменены держатели, на них привезли. Я здесь при чём? Вы накосячили, расхлябываете? Я конкретно накосячила, пожалуйста. Магазин ваш. Управляющий, это не мой магазин, я такой же сотрудник. Как я? Я это решаю. Как я такой сотрудник? Так вот именно что, я увидел то, что конфеты эти не те, значит, коробка не та, значит, конфеты некачественные. Докажите мне то, что вот это качественные конфеты, и, может, на них найдёте вы состав, БЖУ, изготовление. Нет, пожалуйста. Где искать-то я? У вас же это интересует. В смысле? В своём уме, может, вы заявление сразу сейчас напишите о увольнении, если вы неграмотная. Да вы что такое говорите? Я вам объяснила, почему коробки не соответствуют. Что я вам должна ещё сказать? Вы не должны объяснять. Вы должны делать вам, как законно, делать это всё. Некачественный товар. Есть вышестоящие органы. Заместитель директора ещё, вы представляете, люди, вот это вот заместитель директора такую ересь несёт? Это просто жесть, вот. Это абсолютно некомпетентные люди работают в таких сферах и готовы вас стравить из-за того, что они не знают регламенты. Здесь вот мне нужен состав даты изготовления. Где, что, какая информация? Предоставьте, пожалуйста, мне. Что там? Давайте почитаем состав. Дата изготовления. Состав. А где дата изготовления? Когда конфеты эти, ну, не леденцы, а что, что это такое вообще? Это мармелад. Угу. Так. Когда выпущено? Сейчас достанем. Это вашего производства, да? Нет. Ой, нету. Нет, нет, по-моему. Ну, сейчас я вам вынесу коробки. 6 месяцев срок годности. Подождите. технический регламент вспоминаем давайте можно накласть 300 грамм и взвешивать не что на ценнике будет мне интересно да а как же все остальное даты изготовления свободности почему подождите вы а почему вы некомпетентны а вы вкус и то что у вас есть ответственность то есть получается кто несет ответственность по 14.43 директора нет у нас в принципе сейчас нет директора есть управляющая звоните и пусть приезжают раз вы вообще не шарить и не шарить и как хочу почему я должен с вами как-то выбирать слова специально для вас я съел нормально я тоже человек а что шарить и шарить как-то вас горчил шарить размышлять можно ну к вы же учение компетент 29 федеральный закон вспоминаем вот книгу жалов и предложений мы соответственно все вам изложим составим если вы будете усугублять мы можем что сделать можем вызвать сотрудников полиции составить административный протокол по 14.43 и будет просто на ваш магазин наложен штраф от 100 до 300 тысяч рублей я мне все равно кто у вас в вашем магазине что-то решает не решает и не хочется чтобы люди приходили и вся информация была была правдилой не только после информация правдила вот здесь они отличились они прошнуровали тетрадочку да молодцы вот хоть есть какой-то плюс вашем магазине тогда весь этот товар нужно будет утилизировать потому что он считается опасным для жизни здоровья человека потому что здесь вы ввели в заблуждение также можно назвать это обман потребителя 414.7 вы делаете срок годности то и суток у вас срок годности apple sun pin у статья 8.24 12 часов срок реализации нарезанного сыра с момента его нарезания ну с момента фасовки у вас здесь трое суток идет нет у вас свои стандарта есть один стандарт российской федерации также татьяна не указана дата выпуска импортёровали даже еще не посмотрел . этот весь товар некачественный нет нет это неправильно это неправильно смотрите вы здесь упаковали в потребительскую упаковку также как и вот эта компания-производитель упаковала это все в потребительскую упаковку и она сделала полную информацию для клиента чтобы он соответственно ознакомился с датой из сбора урожая до куда писать если в любом случае человек отравится или не отравится понимаете здесь должна быть вся информация он же не говорит то что приезжай ко мне на завод я тебе вот эти вот было аннотацию все покажу правильно он здесь и то же самое у вас аналогично вы упаковали это в потребительскую упаковку нанесли сюда стикер не полная информация должен должен быть полная информация поэтому я и говорю технический регламент таможенного союза 4.1 это маркировка какая здесь должна быть маркировка на данный момент вы весь этот товар испортили и он считается уже ненадлежащего качества потому что вы не сможете мне доказать с какой головы вы это все нарезали и когда вы это нарезали конечно если было бы все у вас правильно сыр бы остался на полках и нормально бы продавался но сыр сейчас с нарушением и сейчас мы хотим чтобы этот сыр был утилизирован и мы хотим видеть лист списания до данной продукции все нам больше ничего не интересует если вы подождите как это как причем из управляющая как а как вы по срочку она в область уехал заболела она не работа вот с утра с утра давайте звонить на громкую связь и будем общаться с вашей управляющей или просто вызываем сотрудников полиции тогда если вы просто вредничаете мы тоже начнем вредничать вызвать сотрудника полиции и составим протокол и пусть с вами разбирается вас потребнодзор без проблем да зачем толку то если вы уже вредничать начинаете вот вы такие слова вот я первый раз уж от заместителя директора это вы руководящий вы должны самые компетентные быть потому что вы заместитель директор директор скинет на вашу нова на вас ответственность она скажет я отсутствовал почему вы не исправили нарушение вы проходили инструктажи экзамены сдавали надо на данную должность и вот и вы могли себе позволить так разговаривать с клиентом я могу я ничего не должна я не обязана вы сейчас не личность вы сейчас должностное лицо понимаете вот вот когда будут вы переоденете пиджачок и и выйдете на улицу мы с вами будем по-другому разговаривать а сейчас я потребитель я хочу знать качественный товар вы продаете людям или нет вот и все и я не перехожу на личности я лично к вам ничего не говорил звоните тогда узнавать его будем утилизировать товар большую семейную пиццу сделаем сейчас просто же элементарно уже написано черно-по-белому как надо работать как правильно работать и вопросов не будет но тут просто разобилие на все и торгуют как хотят это самое злое подождите второй момент и почему трое суток годин то у меня на обучение даже было трое суток вот я когда училась на данную должность у нас было трое суток и накройте скоропорчисть и молочные продукты я подчиняюсь на своему начальнику а то есть если вас скажут вот эта просрочка явного торгуйте вы будете торговать так это же тоже может просрочка как вы докажете то что это качество товар докажите мне то что вот этот кусочек качественный с этими с мермеладками там вообще мермеладки уже половину плесенью покрылась пойдемте покажу и сейчас вот женщина принесла вот такую коробочку из пакеток это как раз все мермеладки где вторая упаковка от него она говорит мы ее выкидываем то есть вы до конца реализации не сохраняйте аннотацию оригинальную вы как вообще здесь работаете то с какими знаниями да нигде не врите мне везде так работают да нет нет я вам говорю нет работали раньше знаете сколько я перевидал сотрудников есть те магазины которые работают вообще идеально прямо а есть магазины которые на все положили прямо большой толстый да вот смотрите вот мягкий мягкий вот она мягко и теперь вот это возьмите да это вообще вот он жесткий весь видите вот какими он крупицами начал покрываться это что такое вот видите как сроки условия он грязный смотрите вот ребята обратите внимание он просто грязный какой-то весь вот такие мермеладки продают еще наверно конь бомж пришел рука руки здесь помыслов свои так вот и поэтому надо нормально делать торговать и был бы была бы вся информация да не было бы вопросов поэтому было бы здесь все информации правильно и поэтому бы вопросов не было не дело в этом что вы предоставили вам ничего не предоставит вы ничего не предоставить ну так вам и не все предоставляют давайте звонить еще раз она что-то у вас на ракете летает только что грите она вышла тут уж в области уже много магазинов много скажите то что сейчас будет составляться административный протокол по 14.43 если ты не дашь команду мне утилизировать товар я правильно же сказал команда вам нужно команда одобрения можно разным разным языком вы просто сейчас хотите все усугубить поймите это от этого вам не будет весело вам вам на борт весе вам на борт веселее будет чтобы административного протокола ничего то есть вы нас опять сейчас покидать то есть у нас не решается за ничего а что на кассе ручек нету вы опять способны по печенью вам печать нужно поставить все понял чую иван ни в какой она короче не хочет списывать товар она говорит то что ее уволят за то что она то это товар некачественно спешит вот еще нашли мороженки срок годности еще кто там кто сейчас кто-то привет с башни до по каким а что за специалист он как представляет вашу компанию а я вас прошу вы мне все ответили а скажите мне адрес все магазина алё заместитель директора татьяна зачем зачем вы же консультант вы же консультируйте как это только что вы мне говорили то что вы мне скажите адрес волховская 21 сегодня все хорошо все вызвало службу безопасности сейчас приедет нам службу безопасности я спустилась не дам что вот